СВОЕ ОТДЕЛЬНОЕ ЖИЛЬЁ Наталья и Александр Широковы даже предположить не могли, что смогут позволить себе кредит на новую квартиру. Но уже сегодня выбирают планировку в новостройке во Владимире. Слушал радио и объявили, что президент подписал такой указ, что будет какая-то субсидия. Сразу отзвонил супруге, сказал, давай поищи в новостных лентах что-то там интересное. И так мы узнали про эту программу. Даже с учетом серьезно снизившихся в России ставок, а сейчас средняя по рынку существенно ниже 10%, семьям с детьми было трудно решиться на ипотеку. В домашнем бюджете и так много расходов, а тут еще и платежи по кредиту добавятся. Все изменила новая льготная программа. Она как раз и поможет тем, кто ждет второго или третьего ребенка. Изначально ставка была 10,6%. При условии, что мы используем программу семейной ипотеки, ставка снижена была до 6%. В семье Широковых детей пока двое. Наталья считает дни, когда у Насти и Дениса появится еще одна сестра. Расходы вырастут, зато выплаты за новое жилье сократятся. Субсидировать их будет государство. Семьи с детьми теперь могут рассчитывать на ипотеку под 6% годовых. Оставшиеся компенсируют из госбюджета. О новой системе поддержки еще в конце минувшей осени объявил Владимир Путин. Ничего подобного в России до этого просто не существовало. Программа будет работать до 31 декабря 2022 года. За второго ребенка государство готово компенсировать ипотечную ставку в течение трех лет, а за третьего в течение пяти. Простой пример. Возьмем 15-летний ипотечный кредит на 2,5 миллиона рублей. С учетом новой программы ежемесячный платеж сократится на 5 тысяч. Таким образом, за три года можно будет сэкономить 180 тысяч, а за пять лет около 300. Для миллионов семей это безусловно весомый аргумент. Чтобы купить квартиру на таких сверх льготных условиях, нужен 20-процентный первоначальный взнос, стандартный минимальный пакет документов, паспорт, справка о доходах, копия трудовой и детские свидетельства о рождении. Программа работает во всех банках страны. Одними из первых открыли прием заявок от заемщиков АИЖК и Банк Российский Капитал. Министерство финансов сейчас собирает заявки от банков, и АИЖК также подало такую заявку для того, чтобы получать возмещение по этой государственной программе. Всегда перед семьей стоит выбор, поскольку доходы семьи в этот момент сокращаются. Один из родителей находится в отпуске по уходу за ребенком. Вот эта программа плюс использование средств материнского капитала, это существенное подспорье, наверное, даже беспрецедентное решение по повышению доступности жилья. Главным подспорьем к первому взносу для семьи Широковых стал материнский капитал. Сейчас из-за второго ребенка государство дает 453 тысячи рублей. Хочется его по максимуму использовать. Материнским капиталом мы гасим ипотеку, То есть можно эту сумму внести и, соответственно, приобрести жилье. Новую систему льготной ипотеки запустили главным образом для поддержки рождаемости. По оценкам экспертов, за 6% займами могут обратиться не менее 500 тысяч семей. Причем не обязательно брать новый кредит, можно рефинансировать существующий. Правда, в этом случае размер ипотеки не должен превышать 80% стоимости жилья. Конечно, это в первую очередь социально значимые расходы, с одной стороны. А с другой стороны, это расход, который и поддерживает нашу экономику. Потому что ипотека – это отрасль промышленно-строительных материалов, это и стройка, это и связанное с сопутствующим развитием отраслей. Поэтому это важно и для социальной сферы, потому что это будет доступность для наших граждан с детьми приобрести себе новое жилье. Это очень важно. Льготы дадут тем, кто действительно в них нуждается. Сумма кредита не должна превышать 8 миллионов рублей для квартир в Москве и Московской области. И не больше 3 миллионов в регионах. Такой подход позволяет обеспечить жильем тех, для кого ипотека была неподъемной. Теперь у многих российских областей появился шанс не только улучшить демографическую ситуацию, но и остановить утечку мозгов, когда опытные профессионалы уезжают работать в мегаполисы. В Новгородской области большая проблема с молодыми специалистами, молодыми учителями, молодыми врачами. Да и в промышленности тоже наши предприятия, особенно оборонные, говорят о том, что молодых специалистов не хватает. И эта программа, о которой сказал президент, программа, по которой президент принял решение, она позволит существенным образом добавить нам возможностей с точки зрения создания нормальных условий для молодых людей. По предварительным оценкам, только за прошлый год в России ввели в эксплуатацию 76 миллионов квадратных метров жилья. К этой цифре, подсчитали в Минстрое, в 2018 году можно добавить еще 13 миллионов, и спрос на жилплощадь есть. По нашим прогнозам, вот люди по этой программе могут взять ипотечных кредитов на 600 миллиардов рублей. Это достаточно неплохо. Вот давайте посмотрим. У нас был рекорд в 2014 году порядка триллиона 760 миллиардов. В прошедшем году не исключено, что приблизимся вплотную к 2 триллионам. О популярности ипотеки в России можно судить и по количеству сделок, и по среднему размеру кредита. К примеру, в Рязанской области он за последний год превышает 1,5 миллиона, а по числу займов регион смог войти в тройку лидеров Центрального федерального округа. Примерно половину спроса формируют как раз семьи с детьми. Во-первых, у нас и по прошлому году на 30% размеры ипотечного жилищного кредитования увеличился. Во-вторых, это, конечно, стимулирует жилищное строительство, потому что сейчас конъюнктура, ну, спорная, скажем так, да. То есть у нас строят много, у нас есть строители хорошие, крепкие. Регулятор, между тем, продолжает сокращать ключевую ставку в стране. На последнем заседании Центробанка ее снизили до 7,75%, что лишь подтвердило курс на смягчение денежной политики. Эксперты уже прогнозируют, к 2022 году, когда господдержка подойдет к концу, обычную ипотеку можно будет взять под те же 6%.